Друзья мои, всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено такому частому вопросу, который мне задают в комментариях. Очень часто этот вопрос мне попадается под разными видео о выращивании ежевики. В основном под видео об укрытии, о зимнем укрытии. Вопрос таков, нужно ли обрезать листья ежевики перед тем, как ее укрыть в зимний период. Обрезаю ли я их или оставляю? В этом видео я вам дам ответ на этот вопрос и мое мнение. Дело в том, что я листья никогда с ежевики не обрезаю перед укрытием. Я считаю, что они играют важную роль в зимовке растения. В период, когда растения находятся в покое в зимний период, под укрытием, листья играют роль, так как они подпитывают само растение. Это мое мнение. Обрезать их специально, я считаю, не нужно. И ни на каких плантациях промышленных этого, естественно, не делают. Кто-то обрезает листья. Делать из этого какого-то культа особого, что обязательно обрезать листья на ежевики и потом ее укрыть, что якобы она так лучше зимует, что листья выпревают или создают какую-то неблагоприятную атмосферу под укрытием, что они преют. Этого ничего я никогда не наблюдал. Если же вы все-таки хотите обрезать листья на ежевики, это, конечно, можно сделать. Но тогда уж их не выбрасывайте, а из них можно сделать очень вкусный и полезный биологически активный напиток. Как его сделать, есть у меня отдельное видео. Будет приложена ссылочка на него в конце данного видеоролика. Посмотрите, сделать такой целебный напиток очень легко и просто. Процедура обрезки листьев достаточно долгая. Я считаю, она абсолютно ненужная. Листья вот эти вот в следующем году, когда побеги проснутся, они постепенно, где-то в конце мая примерно у меня отваливаются, сами опадают, и на их месте из почек вырастают уже новые побеги, которые плодоносят, так называемые латералы. Поэтому я никогда листья не обрезаю, вам не советую. Но если вы хотите это сделать, в принципе, не вреда от этого будет, не особой пользы. Сделайте из них хороший напиток, если вам это нужно. А лишнее время я бы тратить на это не стал. То, что листья осенью не желтеют, не опадают, то есть у живики нет так называемого листопада в средней полосе, это особенности вегетации данного вида растений. Поэтому это нормально, это так и должно быть. Как я уже говорил, листья опадают сами в следующем году. Но зимой, на мой взгляд, они играют важную роль в успешной зимовке растений. Друзья мои, если у вас вдруг возникли какие-то вопросы после просмотра данного видеоролика, вы можете их оставить в комментариях, обязательно на все отвечу. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Большое спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вы до сих пор не подписаны. Можете поставить лайк, если вам это видео было действительно полезно. И я ответил на ваш вопрос. До новых встреч, всем хорошего. Пока-пока.